Уважаемый Бастрыкин Александр Иванович, обращаюсь к вам. Я житель города Сургута, операционно-медицинская сестра, работаю в Сургутской клинической травматологической больнице. Обращаюсь я к вам уже не в первый раз. На ваше имя поступило от меня множество заявлений, жалоб, ходатайств, но это не привело никакому результату. Поясню кратко. Бюджетным учреждениям на протяжении длительного периода времени использовались для лечения пациентов просроченные медицинские материалы в огромных объемах. Просрочка составляла до 20 лет. Также главной медицинской сестрой у бюджетного учреждения она брала, табелировалась, ну в общем в отделении брала ночные смены, но на смены не являлась. Это длилось порядка 9 лет. То есть просто смены стояли в графике, человек не являлся, но за это она получала достойную заработную плату. Либо же она приходила на 1-2 часа и покидала помещение операционного блока в неизвестном направлении. По настоящее время по данному заявлению не заведено уголовное дело. Не проведена должная проверка. Руководитель Следственного комитета Ермолаев Владимир Петрович всячески пытается оказать на меня давление. Неоднократно мне было оглашено о том, что они заведут на меня уголовное дело по статье 306, здесь якобы заложенный донос, все следы преступления утилизированы благодаря волоките, которая длится уже второй год. Я прошу вас принять меня у себя на личном приеме, так как это дело находится у вас на особом контроле, в чем я очень сомневаюсь. В информационном центре посылается мне информация о том, что вы взяли это дело на личный контроль. Александр Иванович, я прошу вас принять меня на личном приеме, принять меня при докладе Мокшиным к вам, потому что данные люди, следователи города Сургута, руководитель Следственного комитета Хмау-Югры Мокшин, утеряли свою честь и достоинство, а также доверие, так как наносился колоссальный вред здоровью жителям города Сургута и Хмау в общем. Среди всех жителей города Сургута, которым была оказана медицинская помощь в бюджетном учреждении, были и маленькие дети до 6 лет. Больница обслуживает всех пациентов вне зависимости от возраста, начиная с нуля и до неопределенного возраста. Эти моменты не учитываются. Ермолаев непрерывно превышает свои должностные полномочия на своем рабочем месте. Было такое, что он запер меня в своем кабинете под ключ, и я там просидела 40 минут. Ермолаев устроил мне очную ставку без возбуждения уголовного дела, причем очная ставка была с главной сестрой больницы, на которую было написано заявление о неявке на рабочее место. И в известность, естественно, я была не поставлена. Я неоднократно обращалась к Ермолаеву на личный прием. На личном приеме я подвергаюсь унижениям, оскорблениям. Я как будто прихожу к нему просить милостыню с протянутой рукой. Непрерывно мне приходится умолять Следственный комитет города Сургута работать и расследовать уголовные дела должным образом. Несмотря на то, что следователями ОМВД по городу Сургуту было выявлено 202 человека, которым были использованы просроченные медицинские материалы, а именно шовный материал, ни один человек не является на данный момент потерпевшим, так как потерпевшие не разыскиваются. И еще я хочу вам сказать, ни один человек, который нарушал закон или противоправные действия в отношении здоровья и жизни людей, не понес наказание по настоящий момент. Все сидят на своих местах, руководят, занимают высокие посты и должности и с усмешкой говорят о том, что им ничего за это не будет. Я прошу вас обратить на это внимание и принять меня на личном приеме. Александр Иванович, я требую, чтобы вы провели внеплановую федеральную проверку силами Следственного комитета Российской Федерации, провели проверку в Следственном комитете города Ханты-Матиска и города Сургута, провели проверку непосредственно руководителя Следственным комитетом по городу Сургуту Ермолаева и приняли меры реагирования, потому что ходить дальше с протянутой рукой, отстаивать правду, свои права и свободы становится на данный момент просто унизительно. И опасно для жизни и здоровья мне, моим детям, так как мне неоднократно поступали угрозы жизни мне и моим детям, все уголовные дела на данный момент приостановлены и не расследуются. Я прошу у вас помощи. Я обычный русский человек, медицинский работник, который болеет за свою профессию. Нарушаются все права и свободы моих как гражданина Российской Федерации. В связи с этим я прошу вас принять на личном приеме, где я могу вам изложить всю информацию более подробно и предоставить необходимые документы, аудио и видеозаписи. Спасибо.